Всем привет, меня зовут Аня Дрягина, вы на моем канале и мы снова в торговом центре галерея. Приехали на обзор в один из новых для меня и для вас брендов. Это бренд U, петербургский бренд, которому уже 5 лет. Он основан был в 2017 году и как себя сам бренд позиционирует. Это абсолютно петербургская история, качественная, сдержанная, лаконичная, но при этом я вижу, что много ярких цветов. Магазин находится слева от меня, мы сейчас туда пойдем, как только я расскажу, что на мне. На мне петч Zara, внизу, по-моему, у меня тоже Zara, это кофтейки лет 8. Я вот вспомнила, что у меня она есть и решила ее выгулить. Сумочка Милскарта, сто раз ее показывала. Юбка из моего последнего обзора моей покупки. Я забыла, как называется бренд, что-то типа верушка. В общем, я нашла ее на Wildberries. Кому нужно, скидывала ссылку, спрашивайте, я снова скину. И обувь с Сэма Дельман, мои любимые ботильоны, кожаные, незаменимые, которые я отреставрировала, и теперь они снова как новенькие. А, еще на шее у меня вот такой вот пояс. На самом деле, это не колье, а пояс из H&M, который, наконец-то, закрылся. Использую и так, и так. Ну все, давайте не будем терять время. Идем. Ну что, начинаем наш обзор. Я уже немножечко осмотрелась здесь. Здесь очень много именно костюмов, строгой одежды офисной, много платьев. Есть верхняя одежда, есть свитера-джемперы, есть юбки. Я думаю, мы сегодня разгуляемся, образов пять примерим. И я уже нашла платье, которое я точно буду примерять, которое точно уйдет со мной. Обожаю леопарда, обожаю зеленый. Все мне в нем нравится. И оно осталось единственное в моем размерчике. Размер из XS до L. 11 900 у него стоимость. И оно из вискозы. Очень надеюсь, что на Новый год я уеду в теплые края. И вот такое платье подойдет мне для празднования. Ну, такое платье может быть использовано для празднования Нового года, либо корпоратива. И здесь добавить какую-нибудь яркую же сумочку, либо яркие босоножки, туфельки. Ну, в общем, обыграть аксессуарами. И потом его можно было относить как летом, так и даже, наверное, в офис с каким-то жакетом. В общем, примерим, все покажу. Еще вот такая тоже новогодняя история, которую можно будет использовать потом. Я, знаете, не люблю вещи, которые используются только один раз на новогоднюю ночь. Даже если это платье за 2-3 тысячи, лучше купить что-то, что будет носиться и потом. Так вот, это костюм. Сейчас вам покажу. И брюки. В роскошном зеленом цвете. Низ стоит 8 200. Верх стоит 9 900. Можно будет использовать и отдельно, и вместе. И это идеальный, мне кажется, наряд для дома. Либо для какой-то домашней такой вечеринки. Добавили босоножки на кабучке с перышками, какую-нибудь яркую сумочку. Но я думаю, что мы тоже сегодня этот костюм примерим. Потому что хочется мне даже, может быть, в нем Новый год встретить, если я никуда не уеду. Надо просматривать все варианты. Вот, тоже классный вариант. Базовое черное платье. Не скучное за счет вот такого вот выреза. Вырезы, разрезы продолжают оставаться актуальными. 10 800 у него стоимость. Вискоз 22 процента. 73 тирилен. Классное базовое платье, которое можно носить как в офис, так и обыгрывать за счет аксессуаров. Платье футляр комплиментарно для многих типов фигур. Мне кажется, не нужно вам рассказывать, насколько оно универсальное и насколько такое платье нужно в гардеробе. Еще одно платье и в пир и в мир. Сейчас оно как раз уже со скидкой. Стоимость 5 700, 73 процента тирилен, 22 вискоза, 5 спандекс. Красный это цвет года практически, только маджента немножечко его вытесняет. Но красный тоже среди них. Это мини-платье. Я бы на себя чуть-чуть бы на свой рост укоротила. То есть это на 170, наверное, где-то. Ну, либо если вы любите не совсем короткую длину, можно оставить. Я бы убрала сантиметриков от 10, наверное, чтобы было коротенько. А так мне такие платья по фигуре очень нравятся. Ну, и смотрите, как интересно скроено оно на груди. Как идет здесь выточка. Тоже обыграть аксессуарами. Ну, можно сделать его вечерним. И также можно использовать его в качестве дневного. Также я бы носила его, скорее всего, с каким-то кардиганом или свитером поверх в качестве юбки. Рядышком висит костюм очень классного, насыщенно-зеленого, точнее, темно-зеленого цвета. У меня есть костюм подобного оттенка. И он действительно очень универсальный. Я часто, когда не знаю, в чем пойти, иду именно в нем. Потому что и на мероприятиях он достаточно нарядно смотрится. И можно в офис носить. К нему идут вот такие вот прямые, длинные, свободные брюки со стрелкой. Стоимость брюк 7400. Жакета 12500. Ну, и тут, естественно, вниз можно надевать как какой-то кроп-топ, чтобы сделать его таким более вечерним. Так и можно с какой-то белой рубашкой надеть, с лоферами и в офис носить. Ну, не мне рассказывать про универсальность костюмов. Я думаю, что вы и так все знаете по этому поводу. Еще немножко зелененького и перейдем к другим цветам. Вот такое вот платье как раз по типу бандажного. Трикотажное за 14467% вискозы. Подойдет для невысоких девчонок. Смотрите, для высоких будет странная длина до колен, а для невысоких как раз-таки длина миди. Может быть, тоже примерим его. Хорошее, очень плотное платье, которое скорректирует немножечко фигуру. Смотрите, если вы берете какие-то трикотажные платья, чтобы они были плотными. Потому что иначе, если вы немножечко поедите, у вас даже не имея пузика, оно появится. Поэтому лучше брать такие платья именно из плотного-плотного трикотажа. Здесь вот именно та самая история. Еще здесь интересный вырез. Надо примерить. Может быть, он будет очень глубоким на невысоких девчонок. В общем, тоже будем смотреть. И здесь же хочу вам показать костюм, который также сейчас на скидках. Приталенный жакет за 11 тысяч. 56% тириллиан 25, акрил 17, вискоза 2, эластан. Подкладка пополам вискоза с полиэстром. К нему брюки. Классические брючки. Стоимостью 8500. Цвет очень красивый. Ну, как вы видите, я сегодня по-зелененькому прошлась. Потому что это один из моих любимых цветов. Притом и в теплом, и в холодном оттенках. Вот, кстати, тоже очень эффектный выход. Будет в таком костюме. 8750 стоит у него вверх. Все костюмы плотные, не жидкие. И здесь такой же низ, как у зеленого. То есть это длинные брюки, свободные в пол. Стоимостью. 5,180. В составе также 73% тириллиан, 22 вискоза, 5 спандекс. Ну, это, конечно, будет очень эффектный вариант. Я красный то люблю, то ненавижу. У меня с ним спорные отношения. Пока вот ни красный, ни розовый носить не хочу. Тянет меня на зеленый, синий, фиолетовый и желтый. Нашла не менее эффектное платье. 10 тысяч. Здесь идет такой вот пояс в комплекте. Но я бы использовала какой-то другой. Например, вот, как у меня сейчас на шее, надела бы его на талию. Это тоже абсолютно классическое платье. Скроеное по косой. Они прекрасно смотрятся с различными джемперами, кардиганами поверх обычной жизни. Кардиганчик стоит 12,200. 38% шерсти, 16% альпаки. Тепленький, уютный. Ну, и такое платье, естественно, можно надеть на любой праздник, обиграв аксессуарами. Либо, конечно же, можно пиджак мужского кроя поверх него накинуть. Вот такой вот, как сегодня на мне. Также платье есть в таком вот нежно-сиреневом цвете. Для тех, кто хочет светленькое. Мне кажется, смотрится очень эффектно. Хочу также вам показать вот такой вот свитер. Цвет потрясающий. Также его можно носить невысоким девчонкам, смотрите, с леггинсами и ботфортами. Здесь 90% шерсти, 10 кашемира, 13500 стоимость. Уютный, приятный и, конечно, потрясающий синий цвет. Мы с вами по цветам идем сегодня. Сначала с зеленого начали, сейчас к синему переместились. Ну, рядышком он висит сиреневый. И давайте немножечко разбавим нашу синюю историю. Такой эффектный джемпер. 12,160 у него стоимость, 70% шерсти, 30% кашемира. Очень мягкий, теплый для тех, кто не любит. Крупную вязку, для тех, кому некомфортно носить толстый свитер под верхнюю одежду. То есть такая вот более легкая история. Все такие воздушные юбки. Это всегда нарядно, но я люблю их обыгрывать, конечно, с чем-то типа марта. И кожаные куртки. 9,500 у нее стоимость. Кстати, даже вот так можно, как я сегодня, только заменить топ на черный. Либо на какую-то просто черную или белую футболку. И как раз образ бы сложился. Люблю такие вещи, которые можно использовать как в новогодней какой-то стилистике, так и в повседневной. Юбка вообще класс. Очень красивая. И прикольно, что она внизу не черная. То есть подкладка эта у нее не черная, а такая ванильная. Выглядит интереснее. Кстати, с пальто и свитером эта юбка тоже бы классно смотрелась. А здесь я еще нашла тоже вариант платья беспроигрышный. Это платье на запах. И у меня есть подобное. Я несколько лет его уже ношу. Когда мне не в чем пойти. Например, я его носила летом в театр, когда меня друзья неожиданно позвали. Также я в нем выходила на годовщину нашей свадьбы в ресторан. То есть это всегда нарядно. Это всегда актуально. 9,600 у него стоимость. Красивая. Абсолютно базовая. Никогда не надоест. Вот тоже всегда нарядная, всегда актуальная история. Это такой жакет, немножко похожий на смокинг Сен-Лоран. Добавляем узкие брючки-сигареты. Добавляем полупрозрачную какую-то блузку. И получаем образ в стиле легендарного бренда. Еще лодочки. Либо какие-то ботильоны остроносенькие. 13,500 стоит этот жакет. 100% хлопок. Подкладка 50% вискоз и 50% полиэстер. Не показала вам еще ничего из верхней одежды. Давайте исправим это недоразумение. Здесь такая вот удлиненная куртка. Потому что это не пуховик. Правильно мне, наверное, назвать это удлиненной курткой. В стилистике Prado. Которую можно подпоясывать. Можно носить свободной. Стоимость 16,900. 100% полиэстер сверху, естественно. Подкладка 50% вискозы. Утеплитель Shelter. Если у кого-то есть опыт, расскажите, действительно ли тепло в куртках или пальто на Shelter. Несмотря на то, что я пуховики не люблю, эта куртка не выглядит как типичный пуховик. Давайте еще по фиолетовому пройдемся. Здесь есть такой вот джемпер. 90 шерсти, 10 кашемира. Стоимостью 12,700. Отличный, базовый. И мне нравится именно такой глубокий фиолетовый. Но тут уже каждому свое. Кому более глубокий цвет, кому ближе к сиреневому больше подходит. В ней идет более темный. Не менее классный. Уже смотрите, другой оттенок. Видите, это такой более, как бы можно даже назвать его лиловым, а этот более фиолетовый. То есть в этом больше синего. Не знаю, на камеру может быть вообще синий будет. 11900 стоимость, 50% шерсти в составе. Лыжный свитер, который также невысокие девчонки смогут носить с леггинсами и бадфортами. Ну и, естественно, можно будет его заправлять и носить с какими-то брюками, с юбками. Если мне нравится формат лыжного свитера, не знаю, почему у меня ни одного нет. Нужно будет приобрести. А для начала хотя бы примерить. Ну и, наверное, вы хотите увидеть уже, что это здесь такое с перышками. Это футболка, которую можно будет использовать в качестве вечерней блузки. С любой юбкой нарядной, либо с брюками. Стоимость у нее 3800 и здесь 95% хлопка в составе. У меня, кстати, нет ничего с перышками, но перышки мне нравятся. Странно, почему я еще ничего не приобрела. Помню, был Новый год, мне было 13 лет. Это был какой-нибудь 2002-2003 год. 2002, получается. 2003 мы встречали. И у меня была такая вот кофточка с перышками обтягивающая. Обтягивающая длинная юбка и ботильоны на каблуке с квадратным носком. То же самое можно сейчас надеть и будет снова актуально. То есть, вот эти 2000-е как раз мы снова носим. И, кстати, я еще не примеряла длинную юбку. Надо было тоже сегодня примерить. Я думаю, что юбку Максима здесь тоже найдем. Нашла такой классный костюм. Офисный вариант. В собачий зуб, в Едопуль. 6,440 стоит низ. Стоит юбка. И 11 стоит вверх. 50 полиэстера, 25 акрила, 17 вискозы, 8 из шерсти. Подкладка пополам. Полиэстер с вискозой. Очень нравятся мне такие костюмы. Причем юбку можно будет носить с тем же джемпером. Где он тут у меня? Оп. Ну, а жакет можно носить с чем угодно. От джинсов до какого-то платья. Причем люблю костюмы. Юбочные костюмы даже люблю чуть-чуть больше, чем брючные. Вот тоже классный вариант. Нежный, розовый, не скучный цвет. Я, кстати, нигде не видела, чтобы были платья в таком оттенке. 9,600 стоимость. И здесь уже длинная мини. Я показывала подобное платье вам, синее, сиреневое, в длине миди. Здесь как раз для тех, кто любит коротенькое, как я. И еще одно, тоже мини. На свой рост я чуть-чуть бы укоротила. Для высоких девчонок подойдет и так. 10,500 стоимость. 56% тирилен, 25% акрил, 17% вискоза, 2% эластан. Подкладка пополам вискоза с полиэстером. Эффектное платье за счет вот этого выреза на груди. Я уже вам говорила, что вырезы и прорези различные остаются горячим трендом из следующего года. Так же, как и 2022-го, так же будем носить и в 2023-ке. Ну, здесь достаточно вырез небольшой. Даже скромный, можно сказать. Мне кажется, что можно так же будет это платье использовать в качестве повседневного. Здесь же рядышком висит мой мастхэв. Они, кстати, сейчас на меня прыгнули. Как раз мне нужны новые шорты. Приличной длины. Смотрите. Я бы сказала, даже практически офисный. С любым свитером, с любым жакетом и рубашкой. 8-900 у них стоимость. И мне нравится, что они с отворотами. Потому что благодаря вот этим отворотам ножки смотрятся худее. Я много шортов перемерила. Поверьте, именно вот такой вариант лучше всего ноги стрянит. А вот и наша блузка для комплекта Saint Laurent. Полупрозрачная. Но не сильно, не настолько, чтобы нельзя было ее надеть прямо на бюстгальтер. 7-800 у нее стоимость. 80% тенселя в составе. Тенсель это как и лиоцел, искусственный материал, как и вискоза, который по свойствам похож на натуральный. То есть, по ощущениям, вы будете как будто в одежде из натуральной ткани. Но эта ткань создана искусственно. Я думаю, правильно объяснила. Как и вискоза, в общем. Красивая блузка. Обязательно сегодня ее примерим. Я думаю, что можно как-то будет поиграть с завязками. Возможно, что даже как-то на шею их переместить. Люблю такие вещи-трансформеры. В общем, берем в примерочную. Хотела вам показать классический пиджак мужского кроя, где купить. Но вот здесь мне попался наоборот. Такой не классический, прикольный. Жакет с прорезью на спине. Эффектный. Вниз можно как раз-таки полупрозрачную блузку. Вниз можно любую футболку, либо оставить прямо на голое тело. Если это вариант вечерний. 16500 стоимость, 56% тирилена, 25% акрила, 17% вискоза, 2% эластана. Подкладка снова пополам вискоза с полиэстром. Слушайте, эффектно, девчонки. Кстати, для меня это практически платье. Снова немножечко отвлечемся от новогодней темы. Потому что я нашла классную куртку. Также в стилистике Prada. 15600 у нее стоимость. И она не черная. Потому что в основном почему-то такие куртки с поясом делаю в черном цвете. Здесь такой красивый оттенок оливковый. Классно смотрится. И не короткая, что важно. Потому что я не очень понимаю, для чего нужна коротенькая зимняя курточка. Ну разве что в машине ездить. Что здесь еще есть из верхней одежды? Шубки Тедди в бежевом и в белом молочном цвете. 3930, 14000, 50% акрил, 32% полиэстром, 18% шерсти, подкладка пополам вискоза с полиэстром. Мне кажется, это не на морозы. Но до минус 10 будет хорошо. Зато она не сильно толстая и довольно-таки легонькая. Ой, платье из красотки. Ну практически там было более коричневое, а здесь бежевое. Но тоже в горошек. 10800. Это стопроцентная вискоза. Также базовое платье, которое можно будет носить и летом, и которое можно будет носить также зимой с высокими сапогами и с свитером, либо кардиганом, вязаным поверх. О, еще одна куртка. Это, кстати, такая же, как я вам показывала в черном цвете, но уже светленькая. 16900 также у нее стоимость. Неплохой вариант для тех, кто все-таки всегда думает, что в пальто холодно, что пальто продувает, такую куртку точно не продуют. Ну, я считаю, что и пальто не продует, если взять действительно зимнее пальто на хорошем утеплителе. И вот еще такую же куртку я нашла в оттенке хаки. Кстати, в хаки мне, наверное, больше всего тоже нравится. Здесь к ней можно подобрать аксессуары, шарф, перчатки, шапку, либо балаклаву для смелых девчонок. Но, мне кажется, уже многие примерили, потому что балаклаву мы носим уже какую зиму? Третью. 3500 стоимость, 60 хлопка, 32 полиамида, 8 кашемир. Хороший состав вполне. Ну, для тех, кто все-таки по классике есть шапочки. 40 шерсти, 35 вискоза, 10 полиамида, 10 кашемира, 5 отгора, 3500. И есть разные цветные варианты. Синенькая мне очень нравится, я люблю синенький. С белым отлично смотрится, с какой-нибудь белой шубкой. Здесь 50% шерсти, стоимость 2800. Очень, кстати, плотненькая, тепленькая. Ой, это что? Это косынки. Кстати, тоже интересный вариант. Здесь 70% шерсти, 30 кашемира. И стоимость 7800. Можно и как шарфик использовать, и на голову накидывать. Помните, я вам показывала в прошлый раз, когда мы были дома у меня в гостях, как я накидываю на голову шарф. Наверное, с косынки это будет все-таки чуть более удобно. Еще немножко перышек. И на блузке, и на брюках. Стоимость блюк 10500, стоимость блузки 10800. Подойдет такой костюм как для домашней вечеринки, так и для похода в гости. Можно носить летом. Можно будет отпороть перышки, когда они вам надоедят, и носить этот костюм в качестве домашней одежды. То есть это абсолютно также будет универсальный вариант. И, наверное, последнее, что мы вам сегодня здесь покажем в зале, и пойдем уже в примерку, это платье королевы вечера. Такое вот нежное, роскошное, 12500. У него стоимость, небесно-голубой цвет. С поясом на талии. Очень будет комплементарно для любых фигур. Здесь достаточно высокий вырез. Завязки на рукавах. Много элементов. Как вы видите, платье на высоких девчонок. То есть на рост метр семьдесят, метр семьдесят пять, в зависимости от высоты каблука. И немножечко немой оттенок, жаль. А так примерили бы. Очень эффектное. Роскошный костюм. Правда, примеряю эску, я бы лучше себе взяла эксэску. То есть берите размер в размер. Если будете заказывать, смотрится, мне кажется, очень эффектно. Идете так на вечеринку, люди будут в приятном шоке. Добавила сумочку, добавила сережки. То есть пару аксессуаров. Образ заиграл. Брюки на высокий рост, но посадка немножечко заниженная. Смотрите, насколько у меня высокий каблук здесь. Невысокие девочки, берите на заметку. Берете высокие каблучки, длинные брюки. И рост это очень здорово вытягивает. Чувствую себя на все сто, на всю тысячу. На весь миллион. Красивое синее платье. Нравятся мне сегодня на себе образы. Смотрите, на девчонок повыше даже, наверное, будет чуть лучше. Но на невысоких тоже не критично. Учитывая, что нужно, конечно, высокий каблук добавить. Также здесь могли бы быть какие-то ботильоны по ножке облегающие. И вот здесь также аксессуары. Сумочка, пояс делают свое дело. Я, кстати, нашла здесь очень красивые серьги. Сейчас мы просим моего оператора подойти поближе. Здесь есть бижутерия, и она очень прямо здесь к месту. Можно было полностью собрать вечерний образ, сразу же дополнив платье украшениями. А вот так я бы пошла до вечеринки. Образ как раз-таки в моем стиле. Шубка уже точно уходит со мной. Ботфорты я в помещении бы заменила на босоножки. Сейчас я разденусь и покажу вам, что внизу. Я, кстати, как-то так именно Новый год и праздновала. У меня была полупрозрачная блузка, правда, с золотыми элементами. Юбка также кожаная. И я поменяла зимнюю обувь на босоножки. Так и было. Праздновали в компании. Чувствовала себя комфортно, потому что это абсолютно мое. Немножко есть в этом какого-то рока. Я обожаю черный. Причем для меня это прям-таки базовый образ, в котором я – это я. Хотя в зеленом костюме я тоже чувствовала себя вполне себе комфортно и элегантно. И вот такая вот секси-вариация на тему с жакетом-секретом, который голый на спине. И получилось с декольте спереди. Просто надела его на голое тело. В целом тоже комфортно, потому что я не люблю, когда у меня много тела открыто. Здесь хотя бы закрыты руки, закрыты плечи. То есть и не холодно, и довольно-таки сексуально. Опять же, аксессуары сделали свое дело. Яркая сумочка, фантазийные колготки. И образ хочется рассматривать. А вот сейчас, когда я собирала этот образ, я вспомнила свою подругу Лену. Она пойдет на Новый год на ужин свекрови. Ей нужно какое-то красивое яркое платье, но при этом не слишком открытое. Потому что свекровь у меня достаточно человек консервативный. И здесь нет никакой открытой спины. Здесь нет открытого живота, открытых каких-то вылезов с боков. Платье, тем не менее, яркое. В нем будет комфортно. Можно в нем танцевать. Можно в нем вести себя свободно. Помочь на кухне, немножечко закатав рукава своей любимой свекровушки. В общем, Лен, платье для тебя. Если ты смотришь мое это видео, идея к тебе, как можно одеться будет. Ну и может быть вы пойдете к родителям. На Новый год у некоторых родителей тоже довольно-таки консервативные. Ну и потом, как я сказала, это платье можно будет носить и летом, и зимой, накинув поверх свитер. А это я бы назвала образ 1 января. Когда уже отгремели салюты, наслушались Happy New Year, Аббы и прочих новогодних песен. И пошли к кому-то 1 или 2 числа в гости. Кстати, возможно, к родителям, либо к свекрови со свекром. В общем, хочется чего-то уютного. И поэтому я выбрала такую вот трикотажную пару. В ярком цвете. Мне кажется, этот костюм также сегодня уйдет со мной, потому что мне очень он понравился. И вы спрашивали, с чем я собираюсь носить вот эти вот самые ботильоны на шпильке. Вот. Нашлась для них одежда. Специально не хотела брать уже никакие украшения, потому что это образ уже расслабленный. И когда хочется просто посидеть в каком-то уютном кресле, да, есть оливье, с кем-то пообщаться. Мне очень нравится, что здесь выполнены рукава вот таким образом. Как будто бы здесь митинги, митенки. Тоже какой-то уютности придает. Вот. Самые простые сельги взяла. Кстати, тоже здесь их нашла. Смотрите, какие классные. Тоже, наверное, идут сегодня со мной, потому что я люблю кольца. И кольца со стразами, мне кажется, любой образ вписывается не только в праздничный, но и в повседневный. Наверное, самый любимый сегодня по ощущениям мой лук из тех, которые мы собрали. Ну и как-то не грустно, снова пришла нам пора прощаться. Думаю, в этом году мы еще увидимся. Походим по масс-маркету, поищем, что там нам предлагают надеть на Новый год. И уже потом, наверное, встретимся только в Новом году. Знакомство с магазином Ю, я считаю, у нас прошло удачно. Мне понравилось, что много яркого цвета. Мне понравился сам зал. Здесь очень уютно, симпатично. Хорошая примерочная, удобная. И все образы, которые я сегодня для себя составила, мне тоже понравились. Ну и традиционно, не забывайте подписываться на мой канал. Действительно подписывайтесь, а то и идут подписки как-то медленно. Вот обижусь, буду реже выходить в эфир. Не забывайте ставить пальчики вверх, не жалейте лайков. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok